Вы со мной сядете Яна Лекларевна? Когда я была в Мурции один месяц, в конце месяца я уже легче понимала, с него начало говорить. Потому что похоже на музыку. Уже начинаешь догадываться. Много чего начать. И у них все спрашиваю, А что это значит? Говорят, что раз славливается быстрее. Когда я читал, ибо естественно, ибо в Кыргызстане, я понимаю немножко, потому что с турецким это очень огромное. Но не все, не понимаю. По-русски это тоже. Иногда. Я никогда не изучал русский, потому что проверял, сколько было, ну, в том году, в университете, но когда я начинал говорить по-русски, это было просто так, с людьми обжаться. И, ну, это все. Ага. Сначала было академическое знание чуть-чуть, да? Да. Ну... А по-русски? Ну... А по-русски я по-русски? А по-русски? Но... Я именно знаю, очень хорошо. А по-русски. А по-русски. А по-русски. А по-русски. Нормально. Здравствуйте. 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 Вы по образованию лингвиста? Нет. Я изучал в университете языки французский, испанский, артибалсткий и итальянский. Это... Швейцкий. Это языковое университет, да? Это как? Лингвистический, нет? Нет. Это был только язык, аээ... С ледошки. Я был в Испании, тоже в Франции. Потом курс и в Испании, и в Испании. А потом в Новом Праге. Это город здесь. Какой город? Сталий, да? Прага. А, Прага? Вот это правильно. Я там был в университете. Там, там назад. Динго. Ческий язык и чешская культура. А чешский говорите тоже? А чешский тоже. Самый первый славянский язык, который был у Чуву Ричардов, это чешский. И чешский, а потом македонский, русский, а потом... Сербский, да? Сербский, болгарский и польский. Кстати, Амир говорил... Динго Хэт. Она моя племянница, моя сестры и дочь, которая в Шанхае живет. С Амиром у них есть... Видео? А, да. Это на ютубе? Да. Она тоже в полигон. Семь или девять языков говорит. Ее муж работает в разных странах, поэтому они переезжают и она учит языков. То есть сейчас китайский учится? Ну, подсознанно. Это очень помогает. У меня тоже возможность там быть и работать. Это очень помогает из процессов изучения языков. Я сейчас в Македонии, например, я очень быстро изучаю македонский. Потому что там просто каждый день надо говорить с людьми. И поэтому я думаю, что... Но если я хочу говорить хорошо по-русски, надо изучать и использовать язык каждый день. И если ты можешь там жить в стране, тогда это надо говорить. Упитываешь страну. Упитываешь, просто впитываешь язык. Мы дома... Я стараюсь с ней все время на казацком говорить, а муж говорит на русском языке. И она с папой говорит все время, отвечает на русском, а не на казацком. Если она мне на русском говорит, я еще раз на казацком. Ага. 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 Держим правила. Один родитель, один язык. Да. Многие бы так делают. Это работает. 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 В начале я не знала, когда она подросла, как же делать, как же правильно. Надо вот это правило держать и все нормально. Ну, это очень хороший способ сидеть в ней. В принципе, я не могу говорить только по-английски или по-французски. Я говорю о доме с дочери, по-французски, но когда у нее домашнее знание, что мы говорим по-английски, потому что это все по-английски, но и тоже по-английски тоже есть домашнее знание по-английски и по-французски. Но мы играем два раза в день курсы по-испански и по-немецки. И когда она говорит, и если она говорит по-английски, по-французски, по-макадонски, это для меня не очень важно, потому что самоглавная работа, чтобы она понимала. Понимание самоглавное. Потому что потом, после этого она может в будущем изучаться очень легко, говорить свободно по-испански или по-немецки. Она сейчас понимает очень хорошо. И там есть другие семьи из Испании, которые из Германии, они говорят со мной в школе и принимают душ по-испански, по-немецки. И когда она понимает, по-тому, это причина, не понимает причину, но почему-то все. Атец говорит здесь с ней. Это все сказано. Но по-французски, и по-макадонски, и по-английски она говорит свободно. Потому что и мама говорит по-маму, и мама говорит. А я с мамой, с женой. Я говорю только по-английски. И поэтому тоже это помылять нужно. Мне тоже, как по-типу, я знаю. Я думаю, что это очень важно. Как у вас, например, вы говорите тоже по-казахски? Больше по-русски. Больше по-русски. Он понимает. Он понимает. Он понимает. Он разговорный-то знает. Потому что по-казахски не читает. Он все время учился же в русской школе, в университете на русском языке. Поэтому у него больше раз он только не читает. Литературу не читает. А казахский язык он пытается, пытается. Если читаешь, он глубже-глубже уходит. Потому что казанский язык раньше, вот наши предки, они были кочевниками. У них не было письма. И у них очень богатый язык. Древний язык очень богатый. У нас есть традиция на ходу сочинять импровизаторство. Айтыс называется. Люди двое собраться с дамброй и сочиняют на ходу. Один, заканчиваясь, тут же схватывает и говорит, как стихотворение из песни. Это вообще шикарно. Но это... Даже казахи сами не все могут его понять. Даже я знаю казахский язык. Школа закончила. Я должна сесть, понять много философии, много всего. Много поэтических вот этих моментов. И надо именно прислушиваться прямо глубоко. И поэтому очень интересный язык. Но немножко... В свое время немножко утратился. Потому что нужно было все на русском языке. И русский язык нелегко задавалось в советское время. И все перешли как на английский. Сейчас перешли на русский. А сейчас люди просто не поняли, как держать баланс. С ней я хочу, чтобы баланс вот этот держать. Вот я вот этой целью задалась. Чтоб она знала и русский хорошо, и казахский. Чтоб у нее два разных языка было. Это важно. Это богатство. Потому что один язык это богатство. Угу. Ты, на самом деле, говорит соборный, хорошо по-русски и по-казахски. О, это очень. Я считаю себя... Я счастлива, что два языка очень хорошо знают. Потому что не тот язык. На ваших языках больше на русском или на казахском? Кто? Ну, люди вообще. А, здесь? Мне кажется, равные. Да. А с неизвестным человеком на каком языке вы заговорили? На русском. На русском. Потому что русский знают всех. Да. Поэтому, если сначала... Если два казаха даже в городе, они сначала, мы говорим по-русски, если уверят, что тот тоже неплохо говорил по-казахски, знает казахский, они могут перейти. Да. Потому что все хорошо знают. Многие хорошо знают. Многие хорошо знают. system. 6. 7. 7. 9. 10. 我們oine. 10. К нам pace! Хорошо! Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok